На всяком случае нам повезло, что австрийцы этим шансом не воспользовались. Неплохое ускорение от Селивоника и гол! 1-0! Вот так в меньшинстве за 14 секунд до выхода на лёд Кчеловского мы открываем счёт в этой встрече. Ну что же, великолепно всё сделал здесь Селивоник. Просто фантастический гол, минута 30 ещё играет в первом периоде. Ну и видим мы, что счёт в этом матче открыт и в меньшинстве отличается наша команда. Был заметен Селивоник на протяжении первого периода. Не раз мы отвечали его активный прессинг. Ну и здесь здорово славный проход. Но если честно, есть большущие, большущие вопросы к защитнику сборной Австрии. Как все, к вратарю, ведь Селивоник вылазил из-за лицевой, да? Он действительно подобрал шайбу у борта, находясь, вот, посмотрите, за лицевой линией, вылез на пятак. И тут и вратарь плохо сыграл, защитник. Я солидарен с моим коллегой. Курилович. Ну и вот заперли мы соперников в зоне. А вот эта передача была неточна. Австрийцев выход 1 на 1. И Никита Толопила не сумел выручить нашу сборную. Вот так вот держали мы в зоне сборную Австрии. На протяжении буквально полутора минут уже появился на льду у нас пальчик. Соответственно, планировали мы провести смену по ходу атаки. Неточная передача на синей линии. И счет становится 1 на 1. Тим Харниш отличается у нас. 19 номер сборной Австрии. Подавленное строение абсолютно, я думаю, у всех. Драматизировать тут особо нечего. Но, во-первых, не можем не похвалить сборную Австрии, которая весь матч ждала своего момента и дождалась. Но, во-вторых, невозможно где-то и наших ребят пожурить. Реализация должна быть абсолютно высшая. Мы говорили, что на кону лишь одна путевка в элитный дивизион чемпионата мира. И мы не можем... ...отработал передачу на Денисова. Досталось там в предыдущем эпизоде по колену. Но все в порядке. С защитником Буяльский исправляет ситуацию. Гол! Гол 2-1! Вот так вот Буяльский. Два матча, два гола. Что еще остается говорить? Великолепно. Ну вот мы и нашли того снайпера, наверное, который нужен был нашей команде. Не получается у нас в расстановке в большинстве. Но классная атака с ходу. И великолепно в дальнюю девятку. Егор Буяльский шайбу отправляет за 2.37 до окончания третьего периода. Точно, Павел. Это же первая наша шайба при игре в большинстве. Благодаря Буяльскому, который... Ну, ты знаешь, на самом деле звезды сошлись, что правосторонний нападающий оказался на левом фланге. Принял передачу. Ему удобно было посылать шайбу в дальний угол. И, ну, тебе как вратарю известно, что против праворуких нападающих играть очень тяжело. Да, каянчики, как их называют. И действительно здесь здорово действовать.